Ну, здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы будем делать бочковые помидоры в кульке. Как не смешно это звучит. То есть, это будут, если можно так назвать, малосольные помидоры, приготовленные самым простым способом. Я Ола. Мы возьмем небольшие шерри томаты. И для этого нам понадобится полиэтиленовый пакет. Он может быть любым, не обязательно с замком. Но с замком, во-первых, удобнее. Во-вторых, они достаточно плотные и не разрываются. Чем хорошо делать в пакете? Ну, во-первых, потому что их удобно туда засовывать. Чем мы и займемся. То есть, вот так вот он и будет потом выглядеть. Его вытащил из кулька и положил на тарелку. Не надо это все тыкать в банку. Но для начала мы возьмем немножко приправ. А точнее, я возьму достаточно много укропа. Мне нравится много укропа. Режем его небольшими, точнее, достаточно большими. Ну, самый простой вариант. То есть, они должны попадать вот сюда. Слишком мельчить его бессмысленно. Он успеет выдать свой сок. И не будет нам мешать при подаче помидор. Режем. Ай, какой запах идет. И кладем вниз. Лучше вниз, чтобы вес помидор их придавил. И рассол. Они были в рассоле. Тогда из них точно все выйдет. И точно все разойдется. И теперь укладываем помидоры. Это не обязательно на веточках. Но на веточках это красиво. То есть, я положу и помидоры на веточках, и те, которые с веточек упали. Как бы сами веточки нам сильно вкуса не дадут. Поэтому смело убираем. Можно и вообще без веточек. Сюда же можно положить еще что угодно. Очень хорошо сюда идет чеснок. Но я недавно готовил малосольные помидоры с чесноком. Поэтому я сделаю эти острые. Я люблю очень острые. Для чего берем острый перец. Это может быть зеленый. Это может быть красный. Но этот лучше взять свежий. Вот это будет очень острый. В лучшем случае через 2-3 дня наши помидоры уже будут готовы. Перец не успеет из него разойтись. У него достаточно толстая кожа. Его можно порезать мелкими кусочками. Но тогда он автоматически выкинется. А я его еще буду есть. Поэтому я его просто надрезаю вдоль. И оставляю семена. В семенах находится вся жгучесть перца. То есть в семенах и вот в этой части, где они прирастают. Если вы сомневаетесь в остроте перца, с этой стороны его пробовать бессмысленно. Отрежьте и попробуйте с этой. Тогда вы поймете, насколько он острый. Не обязательно их разрезать. Их просто можно надрезать. То есть задача нам испортить им кожуру. Потому что она не дает выйти его вкусу, его остроте. Я такие рецепты называю нежность. Я действительно очень много ем острого. Но этот рецепт больше для меня, чем для гостей. Но когда приходят, конечно же я его угощаю. И когда человек, попробовав что-то мое, пускает скупую слезу, я понимаю, что это нежность. И прямо туда же и положили. Для богатства вкуса я еще возьму готовую сухую смесь. Что совершенно не обязательно. Здесь уже можно на любителя. Вот того, что я положил, уже достаточно. Можно добавить что угодно. От листьев смородины и, не знаю, даже, наверное, до березовых листьев. Чаще всего еще идет чеснок. Он очень хорошо заходит. Но, повторюсь, я хочу острые. А мне кажется, очень острые не должны быть с чесноком. В этой смеси у нас есть сухой укроп, есть лавровый лист, кориандр есть, чили есть, пимент. Ну, то есть, вот эти вот крупные орешки. Душистый перец по-русски, да? Каротен, что очень важно. Здесь есть морковка. Если у вас нет сухой морковки, она почему-то очень редко случается, как отдельная приправа. Просто положите немножко на третьей морковке. Она дает достаточно интенсивный, при этом очень интересный привкус. Здесь еще есть сухой укроп, есть лук, зерна горчицы и ягоды можжевельника. Ну, вот это вот действительно достаточно хорошая смесь. Она хороша больше, наверное, для огурцов, как по мне. Поэтому мы ее добавим не слишком много. Вот так, на два. Вот так, думаю, будет достаточно. И теперь нам нужно сюда добавить сахар и соль. Для этого мы взвесим наш кулек. Здесь у нас 2 килограмма 33 грамма помидор. Чтобы недолго мучиться с пропорциями, соль обычно идет либо столовая ложка на килограмм помидор, либо 70 грамм или 3 столовые ложки соли на литр рассола. Ну, рассола у нас здесь будет немного. И мне кажется, значительно вернее ориентироваться по весу помидор. Хотя, конечно, учитывать и количество воды надо. Итак, сюда нам нужно 2 столовые ложки соли. Одна. Вторая. Ну и еще чуть-чуть. И сахар. Сахар даст не только свой вкус, но и ускорит брожение. Сахар даст и резкость потом. То есть, мы хотим добиться вот этого вкуса слегка бочковых помидоров. Сахара обычно берется половину меньше, чем соли. То есть, если вы взяли столовую ложку соли, возьмите чайную ложку сахара. В общем-то, тоже зависит от вкуса и от тех приправ, которые вы положили. От сладости самих помидор, от их спелости на ваш вкус. Например, если вы положили чеснок, а в нем много сахара. Вы положили морковку, а в ней тоже достаточно много сахара. То тогда можно класть сахар поменьше или не класть вообще. Но с сахаром это все будет быстрее, бодрее и ядреннее. В принципе, все. Этого достаточно. Теперь это можно поставить либо в теплое место, либо в холодное место. Все зависит от величины помидора. То есть, если у вас помидоры маленькие, ну вот такие, как у меня, да? Да, через сутки они уже будут хороши. Если у вас помидоры большие или очень большие, они тоже начнут солиться. Но у вас тогда будет неравномерно процесс происходить. То есть, в середину за это время не дойдет. Тогда лучше подержать их подольше и в более холодном месте. Или, как вариант, сделать надрезики. Не знаю, например, убрать плодоножечку. Тогда это все будет быстрее. Для того, чтобы это не переворачивать каждые два часа, не встряхивать. Ну, мне просто жалко эти помидоры. Я добавлю прямо сюда воды. То есть, не надо заливать по самый верх, но вода быть должна. Но это совершенно не обязательно. Если вы сделаете сухую засолку, это будет тоже хорошо. И это будет тоже... Единственное, что надо будет периодически это переворачивать. Закрываем. Все, наши помидоры еще не готовы, но будут. Для того, чтобы это не случилось какого-нибудь казуса, это можно положить в еще один кулек. Но я просто поставлю это на вот такой вот поднос. То есть, если вдруг почему-то воздух, который в процессе брожения он выделяется, не сможет открыть замочек, который, в принципе, можно даже чуть-чуть оставить при открытом, наверное. Ну, то есть, если прорвется где-то кулек, это не должно испортить вам настроение. Тем более, если вы готовите это в холоде, и это все стоит в холодильнике, будет очень неприятно. Ну, и, в общем, на этом все. Увидимся через три дня. Ну, и вот, что в итоге получилось. Замечательные бочковые помидоры. Сейчас будем пробовать. Просто красота. То, что надо. Я готовлю вкусно и просто. Продолжение следует... Игорь Негода. Вп police. В 개인 в overweight... в шкачм sweating.